О генезисе новых народов внутри некоторого этноса. Я постараюсь порассуждать по поводу того, как, например, некий единый этнос, например, русский этнос, в нем порождаются... Ну, люди в какой-то момент перестают себя считать русскими, а начинают считать себя кем-то появился. Ну, например, украинцами, то есть появляется украинский этнос какой-то, или, например, евреями. Это же удивительная вещь. Люди, которые находят тебе одну шестнадцатую, одну тридцать вторую еврейской крови, значит, начинают... В какой-то момент начинают считать, что именно они и есть евреи. Да. И более того, хитряются уехать в Израиль, пытаются забыть там русский язык, и выучить, и еврит, и что-либо еще. Как вообще это происходит? Эта ситуация не новая для нас совершенно. Эта ситуация общая для всего мира. Ну, таким образом, например, геноты, то есть протестанты, возникали внутри единого французского католического этноса. То есть размежевание шло, безусловно, по религиозному принципу, а не по национальному. Это просто с 19-20 века весь мир с ума сошел на национальности. И теперь размежевание идет путем рождения новых народов. Как бы так. В известном смысле. Ну, в Белеве где-то совершенно правильно замечают, что украинский вопрос это тот же самый еврейский вопрос, только вытесненный подсознанием. Потому что это два основных примера в последнее время, когда внутри единого русского этноса возникают какие-то... Русского, наверное. Русского. Все-таки русского, не Славянского. Нет, русского, конечно. В этого русского этноса возникают как бы некоторые подразделения, которые ему прямо противоположны, и они себя декларируют, как прямо бывает часто враждебного. Не знаю просто. Здесь это очень интересно, потому что в последнее время возникла дискуссия вокруг 57-й школы. 57-я школа это такая школа в Москве, считающаяся элитной. Там есть два маленьких физмат-класса, точнее не физмат, а математических класса, где весьма высокий уровень подготовки, то есть она одна из лучших школ Москвы. И в результате там возникла мощная гуманитарная компонента, куда большое количество всевозможного рода наших начальников начали отдавать своих детей. Мне очень понравилось. Года три назад я читал записки какого-то математика московского. Он с детишками, где он преподает параллельно в 57-й школе, ходит в походы. Раньше они ходили в горы, то есть в Среднюю Азию, куда-то еще, а теперь там стало дорого и невыгодно, поэтому они в походы ходят в Швейцарию в горы, вместе со своими учениками. Это вот что свидетельствует об этой школе. В чем там возникла определенного рода проблема? Проблема состоялась в том, что был учитель истории, одновременно он являлся заучем, который, как выяснилось, сожительствовал с ученицами. Он там долго преподавал, и нашлось не менее 10 свидетельств, которых он совращал, когда они были еще несовершеннолетними девочками, но и имел с ними сексуальные отношения. Любую систему характеризует в первую очередь не ошибка, потому что такие учителя всегда бывают в школах, всегда они будут, и в дальнейшем они будут. А реакция на нее. Дело в том, что об этом, в общем-то, знали все в этой школе, и они покрывали его, пытаясь не выносить свои проблемы на всеобщее обозрение. Он там действовал достаточно долго, достаточно напряженно. До той поры, пока, наконец, благодаря фейсбуковому флешмоду «Расскажи об этом», эти девочки не начали рассказывать, что с ними делали в этой элитной школе. То есть ее проблема состоит, что люди с чистыми лицами, считающиеся в элитной школе, хорошими преподавателем, тем-то и тем-то, покрывали подобную деятельность одного из своих сотрудников, а после этого пошли фантазии. Уже, ну, фантазии не фантазии, мальчики начали рассказывать уже по попытке томогательства директора школы уже непосредственно к ним. То есть они утверждали, что подобная ситуация вещь, связанная не только с одним учителем истории, является для этой самой ситуации абсолютно стабильной. Ну, мы-то посмотрим на себя, на что такое 57-я школа. Вообще говоря, 57-я школа, она резко отличается от элитных школ Запада и от обычных изма от школы России, ну, вот, например, нашего 45-го интерната. Почему? Потому что 45-й интернат действительно был создан как интернат, его аналог московский, Калмогоровка, 18-й, теперь СУНС. Они создавались как, действительно, школы для одаренных детей. То есть у них изначально был статус такой. Но 57-я школа, она принципиально иная. Это элитная школа, маскировавшаяся под обычную школу. Поскольку элитным школам, или каким-то особым школам, словно статуса, в России запрещено было быть. И вот она маскировалась. В результате возник уникальный творческий коллектив, вся деятельность которого была связана тем, чтобы защищаться от внешнего мира. Потому что, когда приходил внешний мир, он пытался сделать из них обычную школу. А они были другой. То есть они маскировались. То есть внешний мир для них был равномерно враждебен. Они находились в этом смысле, весь этот коллектив, сама школа по существу, внешним миром в некоторой принципиально во враждебной ситуации. То есть он был источником опасности и угрозы. Возникла определенная рода мифология опасности и угрозы. Светлана, оттуда вышли многие выдающиеся либералы, например, Миша Фербицкий эту школу заканчил. Тифарет так известный. Вот такие известные люди. Они оттуда вышли. Почему? Потому что этот дух противопостояния системы, от которой надо прятаться, скрываться, с которым надо бороться, и что все хорошие люди находятся у нас здесь, а все плохие находятся снаружи, он оказался распространен. Именно поэтому я и говорю, что 57-я школа оказалась хорошим рода моделью возникновения, скажем, современного еврейского этноса внутри российского. И круговой поруки, получается? И круговой поруки, да. Точно там же так же ситуация. Существовал мощный антирусский дискурс. Подождите, а почему еврейского? Потому что точно так же народ начинает придумывать, что они существуют, но они другие. Вот есть ватники, вот есть русские, они рабы, они еще кто-либо. А мы хорошие. Вот у него 16-е, у меня 32-е, на этом основании мы евреи, и мы другие. Вот у нас есть своя среда, мы друг другу помогаем, а они как бы другие. Но проблема? Да. Вот у нас в комментариях часто пишут, вот там, где была генетика еврейского народа, пишут, вот очень интересно почитать, женщина приходит. Она же не понимает, что то, что она пишет, это еврейский расист. Она начинает говорить, что все великие люди русские, ну то есть все великие в России, это были на самом деле евреи. Вот, например, Мечников. Я удивился, лезу в Википедию, кто Мечников, ну блин. Большая личная. И действительно узнаю, что по крови его мама еврейка, то есть его можно считать евреем. Ну вот мы смотрим. По происхождению, то есть отец, он русский дворянин. Вот просто полюбил красивую еврейку. Его дед, вот с этой еврейской линии с материнской, известный русский публицист, то есть он полностью уже находился на тот момент внутри русского этноса, то есть он говорил на русском языке. Он не знал идиша каким-то образом. Это же в каком кричном фантазии можно придумать, что его можно считать евреем. Ну да, для этого есть какие-то основания. Те, кто могут меня не понять, но те, которые живут в Петербурге, они меня поймут, что вот есть анекдот про большой, про сионистский митинг, что выступает еврей, и говорит сионист на митинге, все вот такие люди во всем мире были евреями. Ну, например, Минковский, Эйнштейн, Ломоносов. Как и Ломоносов, что вы не знаете, бывший Арененбаум. И эта особенность вот нынешних евреев, она устроена таким образом, что они все вот бывшие Арененбаумы. То есть там найти капли еврейской крови, еврейскую культуру как таковую, ну просто невозможно. Так они у себя нашли, на этом основании изобрели себя, то, что они являются евреями, получили визу, некоторые уехали в Израиль, там вылечили идиши, разумеется, с истерикой. С истерикой создают из себя новую как бы так среду. Поэтому Пелевины правильно замечаете, что существует определенного рода еврейский вопрос. То есть когда люди, находящиеся каким-то образом, говорят, что я не такой. Вот там очень интересно, я нечаянно прочел воспоминания ученицной литературы из этой писемной школы. Наталья Гершкович, по-моему, ее как-то зовут. Она рассказывает, ей много лет, что она после войны, до 7 лет не знала, что она еврейка, что у нее родители, потому что родители это от нее скрывали, от себя скрывали. После этого, она учится русского языка, она блестяще знает русский язык, она всех их обучала. Ты не знала, что ты еврейка вообще говоря, не знала вообще об этом. Но как же тебя потом угораздило считать себя еврейкой? Она вышла потом замуж, тоже за евреей, рассказывала, как их по-анде-семинизму делать. Но казалось бы, твой родной язык русский, ты его блестяще знаешь. Ты об этом как бы так и не подозревала. Так почему ты... Извините, что я перебью это самое. А не возникает это самое, не мысль, а вопрос-то. Все, 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 те, так ты, про те субнациональности, по которым ты говоришь, которые, так сказать, пытаются себя выделить из, так называемой, русской национальности, они все пытаются уйти от того, что... Что быть русским. Да. То есть все. Нет ни одного, кто хотел бы быть русским. Да. Вот если ты в себе нашел хоть каплю чего-то другого, там, еврейского, поля, польского... немецкого, чего угодно. Все. Ты любыми способами собираешься оказаться русским. Совершенно верно. Совершенно верно. Это была в общей ситуации. Я тоже по классам тоже считал. Ну вот, блин. То есть вот русское это как это стало? Это как чумо. Ну как ты вот, ты говоришь, родной язык русский язык, да? С какой стати ты считаешь себя карелым? Ну можно считать себя карелым, так как я считаю себя помором. Можно же считать? Ну я по крови карел. Ну вот, да. И это как бы считалось модным. А девочка у нас... И даже не по крови карел. Я по национальности карел. Считала себя матьяркой. Ну понятно. То есть они ее говорят на русском языке, ну, так сказать... Не только на русском? Нет. И на корейском тоже. Это на корейском еще говорят, вау, Саня? Конечно. А ты? Ты же не говоришь. Я сейчас уже не говорю, потому что я просто нет практики. А в детстве я говорил на корейском. Ну вот, и везде. То есть мода на певиц с польскими фамилиями. Это польская филия вот эта замечательная. Это попытка всеми силами уйти от своей русскости. Откуда-либо еще. Вот такая она ситуация есть. И действительно, это 70-е. Тем более, что евреи отчасти у нас были в стране привилегированным сословием. Почему привилегированы? Они скажут, что антисемитизм. Потому что они единственный народ, которому совершенно легально была дозволена эмиграция. То есть уехать в США или в Израиль из России. Другим приходилось угонять самолет, прыгать через колючую проволоку. Один океанограф вообще, как мы знаем, учудил в 70-м каком-то году, в 72-м. Они поехали на корабле как бы в круиз. Это был... Это был уникальный круиз, когда советский корабль специально не заходил ни в один порт. Он мимо них проплывал, но не заходил, потому что народ знает, чем это чувство. Что корабль развяжется напроста. Он взял ласты, поскольку был гидрофизиком, по-моему. Да, он был. У него был компас с часами. И он просто прыгнул за борт. Два дня и трое суток он провел в воде, там было тепло в тропиках. И доплыл все-таки до какого-то... Таким образом он эмигрировал в Советского Союза. Вот. Дело банда Вечкиных, вот мы знаем, да, что семья джазменов решила убежать из Советского Союза. Угнала самолет. 25 лет назад он был. 27 лет назад. Угнала, его посадили в Выборге, взяли со штурмом, в основном народ пейси там поубивали. Ну, то есть мужчин, по крайней мере. Это вот целая семья пыталась. Это все было невозможно. А евреи в этом смысле были привилегированным сословием, потому что им это было возможно. То есть они могли уехать из Советского Союза совершенно легально по израильской как бы визе. А чем это объяснялось? Объяснить самому, может? Ну, вот почему-то выпускали. Почему-то власть была, что она и вот евреев из Советского Союза в Израиль выпускала. А своих выпускали? Нет. Там, во-первых, это было, то, что Игорь говорит, это уже было там где-то то ли в сентябре, то ли, ну, узкий промежуток времени, по всей внести только в 70-е годы. До другой. 70-е, да. Да, Владов так уехал по еврейской визе. Ну, вот по сути. А все проблемы русской нации, да, что все от нее бегут. Ну, вот потому что вот та советская действительность, она была русофобская, она была ужасная, поэтому народ пытался найти, быть кем только угодно, но не быть русским. Такова ситуация. Вот почему среди всех украинцев, там много было убийц, садистов и вообще зверей, большую известность символом стал Степан Бандера. Он же ничем не лучше, там, Мельника, Шуркевича или кого-то еще там, других которых мы не знаем. Такой же специалист по геноциду других народов. Почему? А он из униатской среды. У него дед священник, отец священник. То есть он униат. Вот униат это ровно вот такая же секта, по сути. Она говорила, что вот у нас есть некоторая среда, а вокруг у нас есть странный мифологеризированный, мир, сатаны, ужаса и кошмара. Вот он из нее. И именно на основании униатства, то есть как секты, как некоторого направленности, началось фрорирование современного политического украинского этноса. И опять, очень непривлекательная была ситуация. Вы же, наверное, все-таки не будете отрицать, что украинский этнос был, есть и будет. Буду отрицать. Буду отрицать. Нет. Он был и 100 лет назад, и 200, и 200. Нет, я буду отрицать. И тысячи лет назад. Так есть поморский диалект, есть вятский диалект и всякие прочие. Они от русского языка отличаются достаточно сильно. Примерно так же, как суржик, то есть восточно-украинский язык, от того же русского языка. Я всем напоминаю эту ситуацию, что настоящим старорусским языком являлся то, что называется сейчас старобелорусский. Старобелорусский. Его настоящий алфавит это арабский алфавит. В основном они записаны с арабским алфавитом. И русины так называемые, русские, к нему чрезвычайно близки по своему языку. Такова вот эта, такова эта ситуация. И это очень интересная картина, что ты когда давишь титульную нацию сильно, когда престиж ее очень мал, то возникают подобного рода деструкции. То есть целые сегменты вот этого внутреннего, внутренних вот этих этносов находят у себя там одну шестнадцатую, одну тридцать вторую или дедушку Аренбарма, да, или что-то еще таким образом. Чего-то у себя находят. Выкают всякие, вообще фальшивые, я думаю, что очень многие евреи, и здесь Голковский у меня согласен, быть может носик, он вообще в нем нет ни капли еврейской крови, да, а все это просто мистификация. Ну вот с Голковским я здесь в этом деле согласен. По поводу носика, допустим, этого руководителя ЖЖ. Вот. Это вопрос очень-очень-очень интересный. Как можно довести свой родной этнос до такого состояния, что люди будут стремиться найти у себя другие части крови и переходить во что-то иное. Как вот это возникло? И на примере 57-й школы мы видим, как это возникает. Как возникает некоторая сообщество людей, настолько настроено против всего окружающего мира, что она готова в своей среде скрывать и покрывать даже самая ужасная вещь, а именно вовлечение учителями несовершеннолетних девочек, как говорят, мальчиков сожительства своими самыми. А при чем здесь еврейская национальность я не уловил? Механизм тот же самый. Механизм тот же самый. Механизм создания вот этой секты. То есть вот представьте в себе ситуация, которая маскировалась под обычную школу, для нее кожа... А смысл? Зачем маскировалась? Потому что она бы не существовала бы иначе как элитная школа, как уникальный коллектив учителей. В Советском Союзе это было невозможно. Ну, 57-я школа уже сейчас. А коллектив все тот же самый. И эта ментальность, вот этот дух, он как бы так остался. Почему тот же самый? Ты понимаешь, что это начиная лет 10-я эта школа-то? Не-не-не. Она всегда была знаменитой школой. В наши времена она была. Когда мы в школе учились, всегда была знаменитой школой московской, физмат-школой. Была еще вторая школа, так называемая. 57-я, даже 18-я школа, то есть Калмогорский, вот этот интернат не был знаменит на тот момент, так как они. Вот. Она всегда была такой. И коллектив, он по большому счету тогда и сформировался. И этот дух вот такого сектанства определенного, он, конечно, в ней присутствовал. Почему? Тоже 45-й интернат, или 239-я школа, там, физмат-школой. Про 239-й? А они тоже свой дух, такой, свой дух сектанства и противопоставления. Ну, это тоже было, но об этом... Особенные, что были такие... Ну, это тоже, тоже проблема другая. Но в маскировке, вот обычные школы, находящиеся в центре Москвы, под... Точнее, элитные школы маскировки под нормальную, вот так и возник вот этот коллектив, который чрезвычайно враждебно настроен к окружению. Настолько враждебный, что он ему настолько не доверяет, что готов ради сохранения собственной школы мириться с такими непотребствами, которые там происходили. Ну, вот такая вот вещь. Такой у меня разговор о сектантах, о генезисе еврейской нации внутри русской, генезисе украинской нации внутри русской. Генезис говорит о чем? О том, что как раз он подтверждает антитезис, связанный с тем, что если бы 57-я школа не противоставляла себя остальному миру, то она не была бы прородительностью заменитых людей, не была бы прородителем какого-то прогресса. Вполне возможно, что так, да. Вполне возможно, что в этом то, что ты говоришь, это и есть смысл. Люди бегут-то из русской нации не потому, что просто потому, что если они растворятся из русской нации, они станут ничем. Ну, это я не знаю. Станут быдлом и рабом. Вот эта проблема вот этого антигосударственной настроенности как бы вот этой русско-еврейской интеллигенции, которая у меня. Уже очень сложно людям объяснить, что если ты являешься русским, что я не являюсь евреем, я утомился уценивать, имея голубые глаза, светлые волосы, черты лица, маму Егорову, фамилию Данилов и так далее. Я утомился объяснять, что я не еврей совсем. Лучшие страницы комментариев в этом еврейском, по еврейской вот этой теме, которая у нас находится на третьем месте по посмотрим на это, посвящены о том, чего брешить этот еврей. Ну, так это же неправда. Нет, ну, знаете, что просто-напросто как говорят, просто люди у них что-то с головой. Причем, причем, значит, национальность, а также... очень-очень, здесь другой вопрос. Можно ли снаружи искусственно этим процессом как-то управлять? Каким? Зраблению одиного этноса на подобного рода субэтносы, которые отказываются быть тем, кем они являются. Обратно их собрать в этнос? Да. Если некоторые могут собрать, а другие могут попытаться еще больше раздробить. А уже не получится семантика, видимо, даже мешает. Ну, язык-то пока один. Да, в том-то и дело, что всякие украинцы, можно назвать себя, я русский украинец, таджика будет здесь родиться, в этой стране скажут, да я русский, таджик, что ты от меня хочешь? И сама возможность того, что мы можем к это национальное слово русский представить другую любую русскую национальность? русский, это не национальность. Это прилагательное, да. Это прилагательное. Прилагательное у вас по-с По-с-позвучать. То же самое, как и американцы. Американцы, это же не национальность. Вот то же самое. И там, как бы, нет takiego, может, просто сама некоторая условная пустота понятия, не пустота, экзоциальная пустота, так скажем? Но смотрите, внутри американцев уже нет такого жесткого противопостроения, как между американцами ирландского происхождения или немецкого нету его, то все говорят, да, я ирландец я упрям, да, я еще что-то но у нас точно так же есть значит, что вы имеете ввиду противопоставления у этой группы людей, церковь у этой группы, у этой да, но они живут между собой вот как это это, как они, скажем так, они себя при всем при этом они осуществляют себя американцами все вместе, я что хочу сказать они отвлекаются от собственных национальностей да, 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 то есть для них вот это различие, что они являются американцами является важным, кто он итальянского или ирландского происхождения там страна, в смысле вот те... и это их большое достижение безусловно, а здесь прямо другое, вот он нашел у себя дедушку Арененбаума, да и на этом основании у него оказывается это различие существенное, то есть они имеют смысл заходить заходить вот к нам в комментарии как эта женщина и находить там каплю крови у кого-то там свою еврейскую говорить, что все великие люди вы думаете, что они русские а они, на самом деле, все евреи вы просто понимаете же у каждого народа существует свой обычай, да допустим, у русских существует обычай национально сдавать по отцу у евреев, значит, существует обычай национально сдавать по матери и да, вот с точки зрения вот обычая национального еврейского обычая вот этого человека можно сказать что он был не в этом я буду говорить Александр, речь-то совсем не об этом идет о чем я тогда не улавливаю речь идет о том, что в рамках большого этноса происходит раскол по основаниям которые во многом даже выдуманные да это как кинза-дза это значит огонек одного красный второй зеленый это что он спрашивает этот грузин это что, национальность что ли какая-нибудь ты что, дальтоник так красный, а так зеленый но на подсаков и на коронах второй, как они называются а вот всякие страны а Читлане и подсаки вот оно случайное вот это разничие вот она жила-жила учительница блестяще знала русский язык и не знала, что она еврейка нифига потому что родители от нее это скрывали вдруг она это узнала и стала еврейкой и даже замуж из-за еврея вышла и в 57-й школе для нее стало принципиально это стало ее принципиально еврейская ее составляющая хотя, казалось бы обрусила полностью ни о каком идише ни о какой еврейской культуре вообще и слова не может быть она даже не знала что, кто она такая вдруг бац те, нати сюрприз это подтверждает тот тезис, что русский это вообще ничто это просто слово никакого основания оно под собой не имеет ну потому что не хотят быть русскими не, ну если все после при советской власти с этим с русскостью чрезвычайно боролись и успешно боролись я это привожу привожу этот пример что когда где-то в учебнике истории я нашел речь Сталина посвященной о русском народе я не мог понять что это такое потому что для меня русский и советский были синонимы на тот момент вот, вот, вот после 17-го года начала возникать новая скорее обществе так называемая историческая область советских человек да советский человек и не было узбеков был советский был товарищ да, но при этом узбеки-то сами отлично знали что они что они узбеки русские не знали что они узбеки мало времени прошло к сожалению 70 лет русские-то русские уже начинают забывать что они русские узбеки еще знали что они узбеки ну, потому что слишком большая разница была все-таки ну, вот так в общем, да хлопаем ну, вот еще один момент хотел я добавить у меня на работе парни есть они приехали откуда-то из Сибири и, несмотря на свой своеобразный разрез глаз они четко знают что они русские да, конечно сто процентов конечно и это так происходило везде да что часть у кого были какие-то вещи они определяли себя как русские принадлежали русскому хорошо знали русский язык вот, да да а тут тут бац-бац жил-жил-жил и вдруг ему рассказали что у него прадедушка был Иосиф Раненбаум и и это было страшным переживанием всей жизни изменило его эту вещь через несколько лет он оказался израильный тут могут быть моменты связанные с уникальностью каждый человек хочет быть уникальным поэтому находясь в общей массе русских или советских неинтересно то, что ты там советские а тут я какой-то пупуаз а тут я еврей у евреев много тех-то 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 они особенные у них есть какие-то особенные права у них есть особенные ритуалы своя особенная жизнь каждый хочет стать особенным ну ясно а буряты которые приехали из Сибири тоже у них особенные сколько их там ну их там 200 человек всего что они там себя будут бурятами это понятно что это люди которые просто хотят хотя хотят стать теми кто сильнее то есть славой он причисляет себя к сильным просто потому что иначе он пропадет они становятся русскими не потому что они считаются русскими они просто видят что русских много и они вроде как сильные она спрятана в 100 человек и все да думаю не поэтому не поэтому ну ладно почему не ассимиляция происходит но не поэтому почему не поэтому ну в том числе по этой причине хорошо значит давайте